Добрый день, дорогие читатели! Сегодня мы совершим виртуальную экскурсию по трем необычным музеям Череповца. Музей «Благовещенская старина», экспозиция «Поиск милосердия» и Центр металлургической промышленности. Первый музей, о котором пойдет речь – «Благовещенская старина». Музей является частным, поэтому посетить его можно по предварительной записи или договоренности группами не более 12 человек. Музей находится на улице Социалистической, 52, ранее – «Благовещенской». Дом, в котором расположилась экспозиция, является уникальным памятником архитектуры, объектом культурного наследия начала XX века. Экспозиция рассказывает об истории Череповецкого женского профессионального училища, основанного в 1887 году. В музее есть несколько витрин, посвященных предметам, необходимым в обучении. Здесь представлены работы юных мастериц в возрасте от 8 до 13 лет. На экскурсии можно узнать, что в училище девушки изучали чтение и письмо, кухонное дело, умение одеваться, шитье, огородничество. Экскурсоводы расскажут об истории дома и покажут коллекцию предметов быта царской России. На первом этаже находится зал, где представлены картины местных художников с пейзажами Череповца. Здесь можно увидеть симпатичный секретер с витражным стеклом, а также старинные и современные книги об истории города. Далее можно подняться на второй этаж, где расположена большая коллекция самоваров. Между этажами стоит красавец-самовар емкостью в семь ведер. Он сделан из латуни, поэтому так блестит. Это самый большой самовар в музее. На втором этаже два зала. По одну руку – самовары из желтого металла, по другую – цвета серебра. В залах вдоль стен сплошь полочки с самоварами. Они все разной формы, имеют официальные названия. Например, дорожные самовары, ножки у которых снимались. У некоторых можно было снять и носик. В зале также выставлены ящики, в которых перевозился чай. Даже этикетки с названиями сохранились. В зале цвета серебра тоже большое количество самовар. Экскурсоводы продемонстрируют сапог в деле. Раньше, чтобы не пачкаться и не терять много времени, самовары поддували сапогом, а в других местностях – валенками. До XIX века тот чай, который мы пьем сейчас, был недоступен простым людям. Его могли позволить себе только богатые дворяне. Чай завозили из Китая, поэтому он был очень дорогим. Кроме самоваров, в залах есть предметы старого быта. Изящные керосиновые лампы из цветного стекла, красивые подстаканники, яркие сервизы и даже деревянный стол с письменными принадлежностями. После осмотра второго этажа спускаемся вниз. Там есть целое арт-пространство, где после экскурсии можно отведать чай с угрызеницем. Так, в дореволюционной России называли то, что грызли во время чаепития – сахар, орехи, сушки и прочую снеть. Также в этом зале есть возможность послушать патефон, полистать интересные издания старинных книг и посмотреть сквозь время в стереоскоп. Посещая Череповец, надо обязательно заглянуть в Благовещенскую старину. Следующий музей – это поезд «Милосердие». Экспозиция санитарного эшелона была открыта в мае 2020 года. Она посвящена подвигу военных медиков и железнодорожников в годы Великой Отечественной войны и рассказывает об истории легендарного военно-санитарного поезда номер 312. Благодаря самоотверженности и неустанному труду коллектива ВСП номер 312 стал образцовым лечебным учреждением. Уже 26 июня 1941 года поезд вышел в свой первый рейс и до января 1946 года без перерывов спасал раненых бойцов, курсируя от линии фронта к тыловым госпиталям. За эти годы было перевезено почти 25 тысяч раненых. Музейная экспозиция представляет собой паровоз серии «Л», санитарный вагон времен Великой Отечественной войны и маленький вагон дореволюционной постройки. Санитарный вагон был воссоздан на базе одного из вагонов 317-го поезда, который обнаружили на Вологодском ремонтном заводе и реконструировали, оснастив документами и экспонатами, рассказывающими об образцовом ВСП номер 312. Маленький вагон дореволюционной постройки, представленный на выставке, отреставрирован в вагоноремонтном депо города Буй. В начале 20 века такие вагоны входили в состав поездов дальнего следования. В 20-е и 30-е годы после переоборудования были частью пригородных поездов, а военные годы – временных санитарных поездов летучек. В них с фронта перевозили солдат и офицеров. Сейчас поезд «Милосердие» стоит на перроне железнодорожного вокзала в Череповце. Место было выбрано не случайно. Во время Великой Отечественной войны в городе развернул свою деятельность эвакуационный пункт, который принял по железной дороге более полутора тысяч эшелонов с ранеными и эвакуированными. В вагоне образца 1937 года, который был в составе постоянных военно-санитарных поездов, оформлены части интерьера специализированных вагонов ВСП-312. Каждое купе посвящено отдельному вагону санитарного поезда. Операционная, аптека, комната для мастерстер, мастерская. В этих купе сохранились уникальные элементы отделки, осветительные приборы, носилки для раненых. Также в вагоне есть штаб-канцелярия, где располагался начальник поезда, проводились политинформации, работали связисты, затем отдельный купе для легкораненых, пищеблока и хозяйственного блока, туалет. Базу экспозиции составили фондовые коллекции Череповецкого музейного объединения. Самым непростым оказался процесс восстановления мебели. Тумбочки, навесные шкафчики тех лет нашлись в литературном музее в деревне Владимировка Череповецкого района. Некоторые предметы – аптекарский стол, аптекарские ящики, верстак в мастерскую, этажерку в штабной вагон и даже занавесочки с вышивками – изготовили по старым чертежам и архивным фото. Помогли в создании экспозиции местные жители, которые принесли медицинские инструменты и иные предметы. В вагоне музея можно не только увидеть интерьер ВСП-312, но и узнать о судьбе медиков, которые смогли в тяжелейшее военное время создать идеальные условия для пребывания больных. Например, о военно-полевом хирурге Михаиле Ахутине, а также об уроженце Череповецкого района Николае Амосове, знаменитом хирурге, авторе методик в кардиологии и таракальной хирургии, который в годы войны служил заведующим хирургическим отделением передвижного полевого госпиталя. Через госпиталь прошло более 40 тысяч раненых, а Амосов провел около 4 тысяч операций. В музее есть и второй план. В купе, если открыть тумбочку, можно увидеть фото документа с подсветкой, либо донорскую книжку. В верстаке хозблока размещено фото изделий, которые мастерили в этом поезде. В штабном вагоне можно полистать альбомы. По сохранившимся документам, за время войны ВСП-312 перевез 24 653 человека. За все пять лет, а эшелон был расформирован в январе 1946 года, после мая 1945 года занимались эвакуацией раненых и больных военнопленных. Из почти 25 тысяч раненых не было ни одной смерти при транспортировке. Этим поезд и вошел в историю военной медицины Великой Отечественной войны. Сохранить жизни людям удалось благодаря правильной организации лечебного и хозяйственного процесса. От реставрации вагона до открытия музея прошел год. Поезд «Милосердие» был открыт при поддержке компании «Северсталь» и «Северной железной дороги» к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сегодня по экспозиции проводятся организованные экскурсии по предварительной записи. Музей металлургической промышленности – современный промышленный музей России, созданный компанией «Северсталь» и посвященный истории и современности черной металлургии. В его экспозиции представлены уникальные экспонаты на металлургическую тематику. При выборе здания под будущий музей исходили из того, что оно должно находиться недалеко от промплощадки «Северстали». Двухэтажное здание в районе трамвайной остановки «Водородная» как нельзя лучше соответствовало идее. Во-первых, оно построено в 1963 году. Во-вторых, находится недалеко от первенца Череповецкого металлургического завода – Доминого цеха. И этот факт уже настраивает экскурсантов на металлургическую волну. 16 июля 2015 года состоялось открытие музея. На территории музейного комплекса располагается экспозиция под открытым небом «Путешествие к стальным истокам», где представлено оборудование, которое используется в производстве чугуна, стали, проката. Это, к примеру, чугун-овоз, сталеразливочный ковш, прокатная клеть и другие агрегаты, которые выстроены в экспозиции согласно цепочке производства металлопродукции. На первом этаже самого музея металлургической промышленности есть четыре тематических зала, которые знакомят посетителей с истоками развития металлургии в отдельно взятом регионе, с людьми, которые внесли вклад в развитие промышленности с историей становления металлургического гиганта – Череповецкого металлургического завода. Первый зал посвящен истории развития железных промыслов Череповецкого уезда. Первое железо, которое попало в руки человека, было не земного, а космического происхождения. Раньше на территории края железную руду находили в болотах. Кстати, тут есть даже виртуальная примерочная, и каждый посетитель может примерить на себя доспехи древних воинов, а также современную спецодежду сотрудников Северстали. В следующем зале, исполненном в красно-белой цветовой гамме, расположились экспонаты времени становления и начала расцвета Череповецкого металлургического завода. 24 августа 1955 года считается днем рождения Череповецкого металлургического комбината. В этот день был получен первый череповецкий чугун на доменной печи номер один. В феврале 1956 года была введена в строй коксовая батарея. В 1958 году был отлит первый стальной слиток. В январе 1959 года был введен в эксплуатацию Блюминг, а в ноябре 1959 года начал свою работу крупнейший в Европе листопрокатный стан. Так Череповецкий завод стал предприятием с полным металлургическим циклом. В последующие годы вступают в строй новые металлургические мощности. Доменные печи, электропечи, конвертеры, прокатные станы по производству листовой и сортовой стали. Сегодня ПАО «Северсталь» – это одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. А Череповецкий металлургический комбинат – это один из крупнейших в мире заводов по производству стали. Второй этаж музея рассказывает о современной металлургической промышленности, поэтому он выполнен в стиле хай-тек. У самого входа стоит доменная печь, а с другой стороны можно увидеть всю ее начинку. Экспозиция «Стальная современность» оснащена, как и другие залы музея, интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, которые созданы на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов. Экспонаты созданы с использованием 3D-проекции, дополненной реальности, планшетных компьютеров. Они моделируют процессы, которые происходят в доменных и сталиплавильных печах, в сталипрокатных станах. В уникальном зале второго этажа, в металлаториуме, вы увидите трехмерное изображение Череповецкого металлургического комбината со всеми цехами и подразделениями. Четыре лаборатории этой креативной образовательной площадки позволяют проводить занимательные опыты и специальные уроки для детей, школьников и студентов. В общем, Музей металлургической промышленности будет интересен и взрослым, и детям. На этом наш рассказ подходит к концу. Надеемся, вам захотелось посетить эти замечательные музеи. Желаем вам приятных путешествий. Спасибо за внимание и до новых встреч!